здравствуйте дорогие друзья с вами макс мастер наименные каналы естественно тоже макс мастер ever given ever given естественно мы будем сегодня разговаривать про это судно которое создало самую большую пробку в мире наверное судоходную на данный момент и не могу пройти мимо потому что я попытался остаться как-то в стороне дать возможность экспертам специалистам спецам обсудить данную проблему но все-таки после очередного обращения одного из подписчиков который получил сегодня утром сегодня 25 марта я решил записать это видео уже все-таки создаю контент для своих подписчиков если не обращается на их просьбы не реагирует то это не есть хорошо поехали итак 23 марта примерно 8 часов утра в советском канале во время следования каравана с юга на север одно из судов контейнеровоз огромный контейнеровоз 400 метровый который является на данный момент одним из самых больших контейнеровозов в мире он садится на мель так что преграждает путь всем остальным судам следующий по данному канал то есть его разворачивает поперек канала такого не было никогда в советском канале в советском канале вообще что такое советский канал краткая географическая справка это канал который соединяет красное и средиземные моря то есть кратчайший путь вокруг чтобы не и суда не шли вокруг африки был прокопан этот канал очень давно еще в 1800 каком-то году и его длина составляет порядка 200 километров и посреди этого канала есть горькое озеро там сюда могут бросить якорь разойтись потому что идут всегда два каравана один караван формируется идет с юга на север второй караван формируется идет с севера на юг соответственно и вот в этих горьких озерах горьком озере они расходятся потому что это единственное место довольно таки широкое где суда могут разойтись друг с другом во всем остальном канале расхождение практически невозможно есть небольшие места небольшие карманы где тоже могут может судно пришвартоваться пропустить встречное судно но их не так много так вот судно evergiven разворачивает поперек канала кстати я с одним человеком недавно общался он говорит представляешь макс судно evergreen которое называется evergreen села на мель я говорю нет evergreen это не название судно название судно evergiven evergreen это название компании который зафрахтовала это судно чтобы было понятно для тех кто не связан с морем фрахт это как бы аренда то есть зафрахтовать это значит взять в аренду так вот есть компания судовладелец данного парохода это японская компания шоэн кисенкейша как бы эта компания судовладелец который владеет данным пароходом но оперирует этим судном совсем другая компания оперирует этим судном компания которая называется бернер шутен шип менеджмент или би эс эм эта компания находится в германии то есть уже у нас есть три составляющих да есть овнер это японская компания есть менеджмент германская компания би эс эм немецкая компания германский место и есть фрахтователь evergreen та компания которая взяла судно во фрахту судовладельца поэтому evergreen это не название парохода это название компании фрахтователя а название evergreen если посмотреть на фотографиях которые вот будут ставлены в мое видео там видно что на носу судна на баке нанесено название именно evergreen окей поехали дальше и еще есть четвертая составляющая это флаг под которым ходит судно если я не ошибаюсь то evergreen входит под панамским флагом это удобный флаг для многих судовладельцев почему удобный потому что государство панама все-таки предъявляет не такие жестокие требования как другие флаги те же европейские флаги да мы ходили как-то под английским флагом под британским до брекзита и там были довольно жесткие требования к судовладельцу которые они должны соблюдать для поддержания судна в хорошем техническом состоянии даже для экипажа там были дополнительные экзамены лично я сдавал экзамен на британские документы это про не просто как экзамен в той же украине или россии где ты можешь просто заплатить и все и ты все сдал нет там серьезный экзамен была книжка на 900 страниц и по этой книжке экзамену экзаменатор мог тебя спросить все что угодно экзамены мы все сдали все было классно а потом бац брейкзит и все и ваши документы как бы уже не нужны это небольшое лирическое отступление поэтому флаг судно там тоже задействовал и к нему тоже будут вопросы официальной версии которая была озвучена компанией судовладельцам данного судна является то что судно развернуло поперек канала из-за сильного ветра из-за очень сильных порывов ветра до 30 узлов друзья я как капитан контейнеровоза не сильно верю в эту версию потому что ветер 30 узлов не является таким уж сильным ветром до порывы до 30 узлов тем более порывы до 30 узлов это во-первых а во-вторых водоизмещение этого судна 200 тысяч тонн это очень большое судно с очень мощным главным двигателем и даже если есть такой ветер который я повторюсь не является критически для такого судна то справиться с случился blackout blackout друзья это полная бисточка судна на ходу то есть в один момент на всем пароходе на всем судне пропало электричество пропал свет то есть все механизмы остались без питания главный двигатель остановился компрессоры остановились рулевое управление было потеряно да на судне есть на случая без точки аварийный дизель генератор то есть во время простого следования во время простой эксплуатации судна пароход получает энергию от трех дизель генераторов может быть от двух дизель генераторов два всегда два всегда работают один всегда находится в стендбаре если необходим третий то мы подключаем 3 если у нас там много рев контейнеров то ставят вообще еще один дополнительный дизель генератор но на случай аварии всегда на судне есть аварийный дизель генератор не то что он в случае аварии он всегда присутствует это требование международное требование чтобы на судне всегда был в рабочем состоянии аварийный дизель генератор этот дизель генератор может быть запущен как автоматически он всегда находится в стендбай так скажем на готовности да если происходит обесточка он запускается автоматически либо он может быть запущен в ручном режиме. Но, но когда он находится в стендбай, так сказать, в готовности, в случае обесточки он не запускается немедленно. Есть какой-то gap, то есть есть какой-то промежуток между полной обесточкой и запуском этого аварийного дизель-генератора. Это может быть 5, 10, там, не знаю, 20 секунд. Но этого времени, да, между полной обесточкой и запуском аварийного дизель-генератора может не хватить для предотвращения аварий. Более того, аварийный дизель-генератор все равно не запустит главный двигатель. То есть в случае полной обесточки вы все равно главным двигателем управлять не будете, даже с рабочим дизель-генератором. Так вот, почему я подумал, что это именно blackout. Все-таки ветер, ну, тяжело поверить в то, что ветер так развернет судно. А вот комбинация blackout и ветра вполне возможна. Друзья, еще очень важный нюанс, почему все-таки судовладелец заявил, что виноват ветер, да, а не техническое состояние парохода. Потому что, потому что, если виноват все-таки судовладелец, в соответствии в купе с оперирующей компанией, с менеджментом, с тем же самым БСМ, вот, то это очень сильно повлияет на его финансовые потери, того самого судовладельца. Все-таки сейчас будет расследование. Если это был все-таки blackout, а это очень легко выяснить, опять же, с показания того же видеор, все будет видно, то будут выяснять, почему этот самый blackout произошел. Blackout может произойти очень просто, из-за того, что дизель-генераторы перестали снабжать судной энергией. Из-за чего это может быть? Из-за их технического состояния. Либо состояния фильтра забились, возможно, да. Производилось ли необходимое техническое обслуживание своевременно данных дизель-генераторов, да. Возможно, хотели отложить на потом, как это часто бывает. Это и привело к выходу из строя этих дизель-генераторов. Возможно, не почистили фильтра. Возможно, возможно, возможно. Это все будет выясняться, и я уверен, что я сейчас очень сильно не завидую стармеху и капитану, которые находятся в данный момент на судне. Там сейчас у них столько головной боли, просто вы даже себе не представляете. Это, ну, сейчас будет у них там и statement of fact, и letter of protest, всякие алко-нарко-тесты, ксерокопирование всевозможных журналов, снятие показаний с тех же электронных карт, как судно двигалось, поднятие всех бумаг за несколько месяцев, какой был maintenance, то есть какое было техническое обслуживание тех же дизель-генераторов или каких-то других механизмов. В общем, головника там будет немерено. Будем надеяться, что в ситуации разберутся, и будем надеяться, что все-таки это был не человеческий фактор, а действительно техника. Потому что техника, она имеет свойство выходить из строя независимо от человека. Даже если было произведено необходимое техническое обслуживание, все равно она ломается. Все равно где-то что-то вышло из строя, и это привело вот к такой цепочке неприятных последствий. Посмотрим. Будем ожидать официального заключения. Давайте смоделируем ситуацию. Судно следует по фарватеру. Фарватер – это судоходная часть канала, то есть та часть канала, которая предназначена для судоходства. Несмотря на то, что канал может быть шириной в 300 метров, фарватер может быть шириной, скажем, 60, 70, 80 метров. То есть это та часть канала, которая имеет достаточные глубины для осуществления судоходства по данному участку. Так вот, судно следует по каналу. Неожиданно происходит обесточка. И во время обесточки было потеряно управление. Возможно, еще такое, что во время обесточки судно немного развернуло, оно поймало своей подводной частью ту часть судоходного канала, которая не имеет достаточных глубин. И из-за этого он начал разворачивать и развернуло поперек канала. В общем, тут вариантов много. Нужно ждать официального заключения комиссии, который, я уверен, будет. Я уверен, что они там уже работают. Для тех, кто не в курсе, на судне, на мостике есть так называемый VDR – это Voyage Data Recorder. На самолетах их называют черный ящик. Он собирает информацию со всех навигационных приборов. Также он собирает информацию с компьютера, который контролирует некоторые машинные механизмы в машинном отделении. Есть на мостике куча микрофонов, которые все записывают, даже телефонные разговоры. Я уверен, что эти VDR уже изучаются, что приехал человек, который снял всю эту информацию. Это что касается моего видения данной аварии, почему она произошла. Все-таки я думаю, что это был либо blackout, либо совокупность blackout и сильный ветер. Ну, никак и сильный ветер. Это, опять же, по моему мнению. Дальше, что касается того, почему судно так тяжело снять с мели. Почему оно так сильно село на мель и, казалось бы, подогнал буксир и сдернул? Нет. Во-первых, объясняю почему. Во-первых, судно очень сильно закопалось бульбом в береговую линию. Я не знаю конкретно в этом месте, нет у меня в данный момент навигационных карт, но Суэцкий канал имеет глубины 20-25 метров. Осадка судна во время аварии была 15 с копейками до 16 метров. То есть, под телем на момент аварии у него было, как минимум, 4 метра запаса. Этого вполне достаточно. Но там, где глубины есть 20 метров, рядом могут быть глубины 10 метров. Понимаете? И если его разворачивает, если разворачивает судно поперек канала, то он заезжает туда, где глубина, скажем, 10 метров, 5 метров. И на фотографиях видно, что судно имеет небольшой дифферент на корму. То есть, он заехал на те глубины, которые не позволяют его сдвинуть просто так, буксирами. Более того, у него и корма еще заехала на такие же глубины. То есть, развернув судно поперек, у него и бак, и корма находятся там, где ему проехать невозможно. Для того, чтобы его сдвинуть, мы видим, что бульб очень сильно заехал на берег. Так вот, для того, чтобы его сдвинуть, нужно откопать носовую часть и откопать кормовую часть. Для этого я знаю, что уже проводится спасательная операция. Туда подогнали земснаряды, землечерпалки, землесосы. Даже какой-то там мегаэкскаватор сразу подъехал, начал откапывать. Но этот экскаватор будет откапывать несколько недель. На данный момент эксперты уже говорят, что за 2-3 дня они не справятся. Что, как минимум, нужна неделя для того, чтобы произвести все необходимые работы и сдвинуть судно с этой мели. Что это значит для мирового судоходства? На сегодня, на 25 марта, сейчас обед, 12 часов дня. Там уже стоят в очереди 200 судов. И в Средиземном море на якорной стоянке, и в Красном море. И еще посередине в этом горьком озере тоже есть суда, которые ждут проводки. Я знаю, что уже 7 танкеров, которые следовали в Суэцкий канал, уже их операторы развернули. То есть они будут огибать всю Африку с ее южной стороны и идти вокруг. Это колоссальные финансовые потери. Но, возможно, эти финансовые потери будут меньше, чем те потери, если бы эти суда пришли и ждали своей очереди. Те суда, которые сейчас стоят в очереди, для них тоже не все очень сладко. Потому что, во-первых, туда прибывают и прибываются новые суда. Да, у вас есть ваши очереди. Но неизвестно, сколько будут откапывать этот Ever Given. Там есть вообще информация, что хотят выгружать часть груза, чтобы уменьшить осадку судна. Хотят откачать бункер, то есть топливо. Хотят откачать, насколько возможно, балластные воды, чтобы тоже уменьшить, чтобы немножко судно привсплыло, так скажем. Так вот, неизвестно, сколько это все будет происходить. Если это будет действительно неделя, то за эту неделю еще больше судов приедет на якорную стоянку. И дальше будет другая проблема. Нехватка лацманов. Потому что, вообще, в нормальной ситуации по советскому каналу суда идут раз в день. Один караван на север, один караван на юг. Примерно плюс-минус 25 туда, 25 обратно. Лацмана там меняется несколько раз по ходу следования. Там не один лацман проводит все. Там, по-моему, три лацмана. Я последний раз в советский канал проходил пять лет назад. Поэтому точно вам сейчас сказать не могу. Но все равно лацманов на всех не хватит. Потому что невозможно будет собрать все эти сто судов, которые ждут там на севере. И сто, которые ждут на юге. И провести одновременно. Нет. Опять же будут работать партиями. Проведут один караван. Проведут второй караван. Проведут третий караван. Четвертый караван. Всех невозможно будет провести. Физически невозможно. И невозможно из-за нехватки лацманов. Опять же, это все финансовые потери. Дальше. Опять же, те суда, которые стоят в очереди. Особенно контейнеровозы. Для них это наиболее ощутимо. Потому что они линейные пароходы. И как обычно для таких судов, расписание в портах всегда расписано наперек. Вот. И если ты не приезжаешь в свою очередь, то потом в следующей очереди можно ждать очень долго. Следующий нюанс. Груз, который находится на вот этих судах, на контейнеровозах, на автомобилевозах, танкерах. Его ждут грузополучатели. Да. Те, кто заказал этот груз. Возьмем там, не знаю, самый простой вариант. Что-то кто-то купил на Алиэкспрессе или на Амазоне. Вот. Каких-то таких магазинов. Вот. Они ждут свой товар. Ну ладно. Подождут. Это обыватели обычные, вот как я, как вы. Мы можем подождать. Но есть магазины, которые торгуют там чем-то глобальным или не глобальным. И они тоже ждут свой товар. И этот товар задерживается. И, как бы, человек, который его ждет, терпит из-за этого убытки. Или скажем, возьмем какой-нибудь рудовоз. Какой-нибудь завод огромный в Европе ждет руду. А эта руда задерживается. А завод не может без нее работать, потому что у него автоматизированная линия. И ему нужна эта руда для того, чтобы завод продолжал свою работу. Завод не может работать. Он не может производить продукт. Не может производить продукт, не может платить зарплату. Не может его продать, не может получить деньги, не может выдать зарплату своим работникам. Или нефть, да, какой-нибудь НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, ждет партию нефти, который, в свою очередь, ждет, пока снимут этот Ever Given с мели. Короче, это все такая цепочка, которая может быть очень длинная, и очень много людей из-за этого могут пострадать. В комментах очень много тех, кто пишет, что все, Ever Given попал, ему хана, он разорится. Вполне возможно, да, но можно с уверенностью сказать, что основные убытки понесет не владелец данного судна, а понесет P&I Club. P&I Club это такой клуб, скажем, страховщиков. Более того, каждое судно, которое заходит в Суэцкий канал, тоже страхуется. Так что здесь больше понесут убытки страховщики, чем судовладелец. Насколько мне известно, канал приносит, или, скажем так, приносил Египту 50 миллионов долларов в день. То есть это довольно ощутимый удар по бюджету Египта на данный момент. Но, зная египтян, зная их подход к этому делу, я уверен, что они все деньги отобьют, это еще и наварятся, еще и прибыль получат. Тоже прочитал в одной из статей, что простой, да, всех судов обходится в 400 миллионов долларов в час. Ну, цифра фантастическая, честно говоря, слабо мне верится в нее. Ну, если не 400 миллионов долларов в час, то очень много. На данный момент, опять же, да, на 25 марта, я знаю, что груза по обе стороны канала, цена официально зафрахтованного, оформленного груза, составляет 9,5 миллиардов долларов. То есть сейчас 9,5 миллиардов долларов стоят и ждут своей доставки. Когда она произойдет, неизвестно. И эта сумма будет только увеличиваться. Я сомневаюсь, что те суда, которые сейчас стоят на якоре, поднимут свои якоря и пойдут в обход. Скорее всего, те, кто там стоит, они так и будут стоять и ждать, пока канал откроют. А те, кто следуют, вот, тем, наверное, будут менять свои маршруты. Потому что, опять же, 2-3 дня, ну, особо погоду не сделают. Но если это будет 2 недели, то это будет довольно-таки ощутимо. Я думаю, что все-таки гораздо целесообразнее будет свои суда перенаправить. Если они следуют только туда, то, наверное, все-таки лучше будет развернуть. Но, опять же, говорить об этом однозначно невозможно, потому что мы не находимся на месте, да, мы не знаем ситуации, которые на данный момент там происходят. Ну, известно только одно, что ситуация не очень хорошая. Что работы ведутся, ведутся медленно. Мне кажется, что будь то Европа, наверное, было бы побыстрее. Хотя, ну, в советском канале постоянно работает фирма «Баскалис». Это фирма, которая специализируется на дноуглубительных работах. Фирма, которая специализируется на офшорных каких-то работах. Я уверен, что их техника уже там, их специалисты уже работают. Я знаю, что какая-то голландская фирма тоже подключилась, что они тоже проводят спасательную операцию. Если мы сейчас посмотрим на сайте Marine Traffic, это сайт, который показывает положение судов во всем мире. Так вот, если мы зайдем на этот сайт и посмотрим, что происходит вокруг данного парохода сейчас, то видно, что там есть какое-то количество судов, там буксиры. Буксиры, которые поддерживают это судно в заданном положении, скажем так, да. Буксиры, которые пытаются его оттянуть. Какие-то офшорные суда, которые копают, сосут землю, бьют там зем снарядами. Вот, там есть какое-то количество судов. Но, несмотря ни на что, этих судов пока на данный момент их усилия, да, скажем так, которые они проводят для того, чтобы снять это судно с мели. Этих усилий на данный момент недостаточно. То есть, нужно время. Все-таки объект очень крупный, 400 метров судно. Это вам не какой-нибудь 100-метровая плоскодонышка, да. Это огромный пароход, который имеет осадку 15... 15,7 или 15,8 метров. Это... Что такое 15 метров, да? Это пятиэтажный дом. То есть, пятиэтажный дом у него под водой. И неизвестно, сколько вот этой вот осадки заехало на мель. Те, кто там работает, уже об этом знают. Но, тем не менее, это огромный объем работы, который надо выполнить, чтобы стянуть это судно с мели. Такой ситуации не было очень давно, повторюсь. В Суэцком канале постоянно происходит что-то постоянно там. Ну, аварии там, скажем так, нередкое явление. Стабильно каждый год там. Кого-то разворачивает, кто-то садится на мель. Но, эти аварии обычно за несколько часов решались. То есть, заскочило судно на мель. Быстренько подъехали буксиры, стянули. И все. На этом все закончилось. И пошли дальше. Очень момент, который мне не понравился в интернете. Это то, что многие, ну так, не знаю, новостные агентства, какие-то блогеры, на которые нужно поймать хайп, выложили фотографию того, как судно, перед тем, как зайти в канал, что оно нарисовало, что капитан написали. Капитан нарисовал, ну, скажем так, попу, да, и писю. То есть, сняли показания АИСа. АИСа это Automatic Identification System, который показывает движение судна до, ну, там, через какой-то промежуток времени. Так вот, сняли показания АИСа. Это не тяжело сделать в интернете. И увидели, что судно перед тем, как зайти в канал, нарисовало писю с попой. Мы начали писать, что капитан, вот он, послание всему миру сделал. Как такое можно вообще написать? Что капитан послал всех на эту самую писю. Это надо быть полным и... чтобы такое предполагать. Тем более видно, что он дрейфовал, да, что не он, он не ездил так, а именно там был дрейф. А куда судно дрейфует, мы, естественно, как капитаны, да, мы... анализируя ветер, течение, мы знаем, куда оно будет дрейфовать. И если оно дрейфует в какую-то сторону, и мы понимаем, что становится опасно, мы сближаемся с каким-то или берегом, или с другим судном, или с буем, ну, с каким-то объектом. Мы включаем главный двигатель, который всегда в таких ситуациях находится в стендбайе. И отъезжаем, да, отъехали, остановились, дальше дрейфуем. И написать, что вот этот вот капитан с помощью дрейфа и, там, не знаю, маневров каких-то нарисовал писю и попу, это надо быть. Дальше, а, еще, тоже прочитал вот недавно, что капитан специально развернул пароход в узком месте, чтобы сделать вот эту пробку и остановить экономику в мире. Это уже, знаете, из теории мировых заговоров. Это вообще тоже полный бред. Это из разряда вот предыдущей писи с попой и послания всему миру. Бред, не верьте, никогда капитан на такое не пойдет. Некоторые компании, я знаю, в частности, о компаниях, которые занимаются контейнерными перевозками, знаю, что Мэрск и Зим, они обратились уже к своим клиентам с письмами, с предупреждениями, что с извинениями, что извините, пожалуйста, вот сложилась такая ситуация, мы не виноваты, но мы рассматриваем все альтернативные пути доставки груза вовремя. Уже понятно, что они вовремя их не доставят, у Мэрска там 9 судов стоят, они никуда не пойдут, они будут ждать, пока откроют канал. Вот, да, уже компания обращается с извинениями, но ситуация действительно экстраординарная. Я надеюсь, что она в скором времени решится. Если у вас есть какие-то вопросы по данной ситуации, пожалуйста, пишите в комментариях, буду читать, проанализирую, по мере возможности отвечу. Будем смотреть, как ситуация развивается. С вами был Макс Мастер, спасибо вам за внимание, оставайтесь с нами, 7 футов под килем.